Валерий Харламов Хочется прибить этого Тихонова за такую подлянку, которую сделали с Харламовым. Нельзя осуждать тренера. У него свои мысли у тренера. Нельзя в его шкуру влезть. Я считаю, что Валера погиб, его первостепенная вина. Когда все это случилось, кто только не был у нас дома с соболезнованием, все, кроме Тихонова, ни разу, ни словом не обмолвился, я приношу вам соболезнования. У меня есть вопросы, если честно, мои внутренние, к Тихону. Ну, я сразу скажу, что у меня ни разу в жизни на эту тему с Виктором Васильевичем не было никаких разговоров. И мы никогда это не обсуждали. А мы успели задать Тихонову этот до сих пор рвущий душу вопрос. Вот запись одного из последних интервью в его жизни. Я всегда исходил из того, мне нужно выиграть. Это главное. Второе. Ведь никто не знает одного факта. И мы нигде журналистам не говорили, что у него после второй катастрофы, у него голеностоп не работал. Он потерял вот это маневр. Вот и все. Мама бегонья о гибели сына узнала только спустя несколько дней. Она не любила самолеты и как раз в это время возвращалась из Испании поездом через Париж. Машиниста предупредили, чтобы он не включал радио, чтобы в поезде не было никаких свежих газет. На Белорусском вокзале, куда поезд приходит, она меня спросила, а что отца-то нет? Я говорю, да он дома тебя встречает, он не мог. Приехали домой, ну она там с отцом обнимается, то, сё. И вдруг слышит, а я не могу сдержаться. Там-то я накачанная встретила вроде, домой приехали. А там у меня истерика. И вы знаете, она сразу сказала, что с моим сыном. Тут же, что с моим сыном. Это для всех травма была. А уж Саша Мальцев, я не знаю, как он там в Америке выжил в этот момент. Потому что это вообще два братика как будто бы. Мне снилось все хоро. Постежды каждый день. И самое главное в хоккейной форме. Как вы расшифровываете с ним? Выходить и играть за себя и за того парня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!